Всем привет! Это новости АФК Система, с вами Элизабет Люкшинова и Виктор Черкасов. Сегодня в выпуске расширение деревянного домостроения, планы по запуску МТС-П и онлайн-просвещение с Русским музеем. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. МТС приобрела 100% группы «Броневик» одного из лидеров российского рынка онлайн-бронирования отелей. В его базе свыше 35 тысяч объектов размещения более чем в 3 тысячах населенных пунктах. В планах МТС развитие нового направления бизнеса в сфере путешествий и туризма на базе недавно зарегистрированной компании МТС-Тревел. В сферу деятельности компании будут входить услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставление туристических и экскурсионных услуг, аренды и лизинг транспорта, прокат товаров для отдыха и организация спортивного досуга. Сигежа Групп совместно с ВБРФ реализует инновационный проект в сфере деревянного многоэтажного жилого домостроения. Четырехэтажный дом площадью 1600 квадратных метров на 28 квартир планируется возвести в городе Байкальске Иркутской области. Заказчиком выступает ВБРФ. Сигежа Групп изготовит и поставит селти-панели для будущего здания. Строительство начнется уже в этом году. Кстати, Минстрой и МЧС утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения в России до 2024 года. Дорожная карта предусматривает совместную работу ведомств, САФК-система и Ассоциаций деревянного домостроения. МТС в партнерстве с МТС-банком и Национальной системой платежных карт разрабатывает аналог Apple Pay и Google Pay. МТС-банк будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату NFC, QR-код, FaceID, оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абонентов всех операторов, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе МТС-банк. Оператор планирует предоставить свое платежное решение уже в четвертом квартале 2022 года. И к новостям благотворительности. БФ-система и Русский музей запускают три просветительских курса на онлайн-платформе «Лифт в будущее». Первый курс под названием «Машины образов. Что делать с фотографией» уже доступен для пользователей платформы. А курсы «Искусство и наука» и «Я и картина» будут выпущены осенью 2022 года. Фонд финансирует создание курсов в рамках долгосрочной программы поддержки музея. Она предусматривает внедрение передовых технологических решений в область культуры и искусства и развития новых форм просвещения и образования. АМИДСИ поддержала московский фестиваль «Собаки в городе», организованный благотворительным фондом «Рэй». Фестиваль объединил всех неравнодушных к проблемам бездомных животных. В нем приняло участие более тысячи москвичей и их питомцев. МИДСИ уже на протяжении пяти лет сотрудничает с БФ «Рэй». На этот раз компания обеспечила медицинское и информационное сопровождение фестиваля. По итогу мероприятия пять подопечных БФ «Рэй» нашли любящих хозяев. В поместь животных собрано более 127 тысяч рублей и более 750 килограммов кормов, ветеринарных препаратов и других нужных вещей, которые уже отправились в приюты для кошек и собак. На этом у нас все. С вами были Элизабет Люкшинова и Виктор Черкасов. Еще больше новостей на нашем сайте система.ру и телеграм-канале Система Ньюз. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.